Там ты всё увидишь! Это здесь мы, как в зеркале, гадательно, только видим, спорим, вечные, невечные, бесконечные – там всё увидим! Задача какая? Спасение! Глупый! Он не может представить себе, что такое невечные, но муки! Вот, оказывается, это страшное дело! Поэтому мы видим, что святые отцы в Евангелии, как много и часто, с угрозой просто говорят, с угрозой говорят, предупреждают людей, чтобы спасти, спасти от мук, каких, какие бы ни были. Но Евангелие всё говорит однозначно! Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию! И каждый, кто кается, каждый, кто сознаёт, получает надежду на спасение! Христос говорит, что кающихся, сознающих свои грехи, видящих свою немощь, и опять говорю, кающихся, вот кого спасает жертва Христова! Сам Господь цитирует, приближаются люди и сии, и устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, напрасно же чтут! И спасение будет заключаться в том, что воскреснут эти наши тела! В каком виде воскреснут? В совершенном! В том состоянии, в котором был первозданный человек, прекрасном, исполненном славы и света, и души, и тела! Итак, мы с вами продолжаем одну из самых насущных для жизни тем – тема о страданиях, о природе страданий, последствий их, как они связаны с христианским учением о Боге, как они связаны с грехом человека, как они связаны с законами духовной жизни. Видите, я с каким акцентом сказал – законами. Почему? Об этом даже никто не думает. Законы физического мира – ну, да, верно, это верно. Духовные? А что это такое? Вы представьте себе! Это, вы знаете, особенно это удивляет и просто поражает, когда даже люди религиозные, верующие и даже подчас получившие образование фактически даже и не слыхивали о каких-то законах. Ну, в Западе я понимаю! А какие ещё законы? Это просто поразительно! Какой уровень? Представьте себе, какой уровень нашего богословского образования – законы! Законы! От закона никуда не уйдёшь! Никуда не денешься! Пробыл полторы-две минуты в воде без дыхания, чуть побольше, и всё! И всё! Почему? Закон! Никуда не денешься! Наше тело не выдержит! Точно так же есть духовные законы! Я особенно обращаю, друзья мои, ваше на это внимание, потому что вам придётся же говорить о многих вещах людям, и нужно отвечать! И если вы даже не будете об этом им говорить, тогда вообще кто скажет? Оказывается, всё делает Бог! Вы слышите? Я прыгнул с пятого этажа, и Бог поломал мне руки и ноги! Представляете, какой? Нет бы парашютик подставил или ещё что-нибудь! Поломал мне руки и ноги! Кто? Бог, конечно! А кто же ещё? Да? Ой, какие умные! Прям не могу! Да чего же мы умные? Пьёт, пьёт, человек, говорят, цирроз печени! Как? За что меня Бог наказал? Вон, другие пьют и ничего! А у меня Бог наказал! И всюду Бог! Я такой хороший, почему мне Бог не даёт таких и таких и таких благ? Опять Бог не даёт! И всё Бог! Его представляем, как каким-то царём-императором, который и так думает, так, что бы этому двуногому сейчас бы сделать, бы паршивцу? Вот до чего докатились! Итак, поэтому мы с вами так, ну, более-менее, по крайней мере, внимательно обратили внимание на особенность христианского понимания Бога. Оказывается, ой, какой отличный Бог! Какой отличный Бог-то от Бога или богов других религий! И, кстати, помните, я обращал ваше внимание тенденция, а точнее сказать, это уже сильнейшее направление создать одну религию вместо множества будет характеризоваться тем, что все догматические истины там должны будут быть убраны, чтобы не мешать другим. В одной религии не должно быть таких догматических положений, которые могут принять, которые могут не принять другой человек. Поэтому, на всякий случай, убираем, оставим! Оставим! Как сейчас нам уже давно католики, протестанты предлагают нам оставим эти все богословские различия! Ну, что там эти вселенские соборы там спорили, какие-то у них там догматические оросы, положения, оставим все это! Объединимся! В чем? Отвечайте! В чем? В Евхаристии! В любви! В любви! А насчет Евхаристии еще проще! Запомните! Мы же приглашаем друг друга в гости! Угощаем друг друга, не правда ли? Также нужно оказывать нам, христианам, разных конфессий евхаристическое гостеприимство! Понятно? Квакер к вам пришел, вы должны, голубчик, давай к чаше! Он-то вас с удовольствием подпустит к чему угодно! К чему угодно! Пожалуйста! Я помню, где-то был, неважно, где-то, но, в общем, далеко, так там сидим вот так в зале и евхаристию при части раздавали на подносах. Маленькие пластмассовые такие чашечки, что ли, закрытые, и там в этих чашечках всех вот это евхаристии. Подносик подходит сюда, все разносят, берут туда, каждый берет себе все, и потом каждый берет свой, свой, слышите, уровень медицинский какой? Никто не заразится друг от друга, не так, как у этих отсталых православных. Все, у каждого свое причастие, и все. я так и не попробовал, правда, потом сожалел, ой, попробовать бы надо, правда, как было бы интересно. Итак, видите, та одна религия, которая будет, будет, она будет без Христа. Мы проповедуем Христа распито иудеям соблазн, а разве можно соблазнять? Эллином, то есть всем прочим религиям, слышите, всем прочим религиям безумие царь и Бог страдает. Вы что, с ума сошли? Зачем это? Об этом мы поговорим с вами. Безумие также в одной религии будущего Христа не будет. Просто я вам заранее-то говорю, потому что вы сейчас все окажетесь перед ударом этой мощной волны. Ватикан проповедует с огромной силой, а у него машина ой-ой-ой какая сильная! Так что Христа в этой одной религии не будет и быть даже не может. Какая-то религия, по-моему, я вам говорил, кажется, эта религия будет иудаизм. Поскольку в иудаизме уже во времена Христа, как вы помните, саддукеи могли не верить ни во что, ни в ангелы, ни в воскресенье, ни в душу и были кем? Будучи атеистами, кем были? Иудеями. Другие во всё это верили и тоже были иудеями. То есть широчайшая религия. Сейчас построен в Буэнос-Айресе храм Соломона. Было торжественное его, так сказать, открытие храму Соломона. Это уже 4 года, наверное, тому назад, по-моему. Храм для всех религий, но, обратите внимание, для всех религий, слышали? Для всех! Но храм какой? Соломона. Для всех религий, но храм Авраама, Исаака и Иакова. Так что, видите, оказывается, эта единая религия для всех будет религией вот, оказывается, какой. Это очень интересно, очень показательно, и, конечно, это надо просто знать. Знать наше будущее, наше не в том смысле, что нас лично, а нашу грядущую, вот, наступающую историю, поскольку время не просто бежит, а оно ускоряется, то есть, становится всё быстрее. И поэтому мы приближаемся к этим вещам очень и очень быстро и всё быстрее. Вот так. Итак, мы с вами поговорили об этом. Видите? О Боге, о единой религии, о грехе, что грех – это не нарушение какого-то изданного Богом закона, за который Он наказывает нас. Нет! Это нарушение закона в своей жизни, своего тела, своей души. То есть, это ещё такое рано. Помните, замечательный пример, который я привозил? Нельзя садиться на раскалённую сковороду вместо стула. сядешь – ух, как Бог накажет! Грех – это рана, которую я себе наношу. Вот, оказывается, что а не то, что вот я что-то сделаю, ой, как бы Бог меня не наказал, можешь быть спокоен, не накажет Бог тебя. Почему? С тебя уже хватит, что будет. Сам себя человек наказывает, а не Бог. И помните, я вам приводил замечательные слова Марка Подвижника, Кассиана Римлина, да? Или Марка Подвижника? Марка Подвижника, конечно. Да. О том, что не Бог каждый раз награждает или наказывает, а всё это действует по закону духовному, который не знают люди, о котором многие не знают. Ну, вот так, друзья мои, поговорили с вами и о грехе, поговорили о невинных страданиях, в частности, о детских страданиях. Ой, какой трудный вопрос, как всегда. И, как вы помните, с христианской точки зрения они чем характеризуются, какова их природа? Две причины. Первая причина. Видели по телевизору, как собирают деньги для какой-то операции? Требуют подчас миллионы и несколько миллионов. Рождается человек с такой болезнью, надо лечить. А это ведь лечение? Что такое лечение? Лечение? операции? Это страдания? И вот, чтобы излечить ребёнка, рождённого с этой тяжёлой болезнью, ему делают операцию подчас очень мучительную для того, чтобы его спасти. Понятно? Да, конечно, что-то понимать. Да, понятно? А теперь вспомните, что, оказывается, есть не только физические болезни-то, а могут быть и духовные болезни. Помните, художник рисовал младенца Христа, а через 30 лет Иуду Искариотского оказался один и тот же человек. Тот же оказался, этот ангелочек, стал великолепным объектом для того, чтобы написать Иуду Искариотского. Слышите, какие могут быть болезни духовного порядка? И вот одна из причин детских страданий невинных заключается в том, что проводится эта операция, благодаря которой, благодаря которой, повторяю вам только, этот младенец спасается, спасается от этого страшного недуха, когда он бы мог стать действительно Иудой. Младенца мы ничего не видим, мы не знаем все ангелы, но знаем, какие бывают в жизни люди, и поэтому можем с полной вероятностью, стопроцентной, говорить об этом. Да, также и духовные страшные заболевания тоже требуют оперативного вмешательства. Врачи что, мучают ребёнка или лечат, когда операцию делают? Нет, ну, конечно, мы даже деньги платим большие за это. А здесь к Богу вдруг представление, за что страдают невинные дети? не за что, а почему? Почему, а не за что? Сломал человек ногу и лежит, потом ногу вверх держит, пока это что, его наказывают, да? Скажут, за что вы его наказываете? Вам только кисло улыбнуться, скажут, вы откуда, с какой планеты свалились? Мы лечим? Слышите? Все так называемые невинные страдания, в частности, детские страдания, не за что, а почему. И вот почему. Второе, на что обращаю внимание, что эти болезни, с которыми рождаются духовными изъянами, рождают человека, в очень большой степени часто обусловлены? Вот какое слово придумать? Какое слово придумать бы? Ну, разные, может, слова, наверное, бессовестной жизнью родителей, можно сказать, греховной жизнью на родителей, но это слабовато, постыдной жизнью родителей. Но вот мы все обращаем внимание на нравственность, а я хочу сказать другое – гордостью часто родителей. Вы скажете, они живут, смотрите, они нравственно-безукоризненны, но попробуйте прикоснитесь к этому часто-нравственно-безукоризненному человеку. Вы отскочите, какая гордыня там. Если не соприкасались, соприкоснётесь, если не наблюдали. Человек безукоризненного поведения, нравственный, но не прикоснитесь. Так вот, природа появления этих страшных духовных болезней в частности, в частности, объясняется «и», и это в очень большой степени родителями. И отсюда, помните, какой мы вывод делали с вами? «Ой, вступая в брак, знайте, если хотите ангелочков, не будьте дьяволочки, потому что болезни передаются». Болезни! Не ответственность за них, поэтому я говорю, не за что страдает ребёнок, а болезни передаются. Вот и говорили также, говорили также о том, что эти страдания детские часто имеют большое исцеляющее значение и для родителей. Многие обращаются к Богу, многие каются, многие становятся хоть христианами и начинают более-менее хотя бы похожи на человека. Вот, оказывается, какой важный момент. И последний связан с этим, последний, очень важный, христианство не может рассматривать жизнь человека только в границах вот этих нескольких вот мгновений жизни, дней, месяцев, лет, десятилетий. Человек предназначен к вечной жизни, а не к этой. Так вот, и младенец в той жизни, перейдя туда, увидя, какие он претерпел страдания, и что они дали эти страдания и ему, и его родителям, тем, с кем он связан, увидя это спасительное действие его страданий, будет всю вечность благодарить Бога за них, за страдания. Буду благодарить и Бога за то, что он дал пострадать за тех, кого он любит, ибо там царство любви, и он там увидит. И эта радость, радость спасения их будет действительно блаженством для этих детей. А если нет Бога, нет вечности, нет вечности, тогда какой смысл носят все эти жестокие, невинные детские страдания? Не забудьте спросить тех, которые предъявляют претензии к Богу. Да, хорошо, нет Бога. Так, и какой смысл эти страдания носят? Скажите. Какой? Ах, никакой! И зачем? Незачем! И что это даёт детям? Ничего! Ох, какое жуткое мировоззрение! бессмысленные, оказывается, жестокие страдания и точка! Да избавит Бог от такой веры! Мы верим, ни одна слеза, ни одна слезинка не пропадает даром. Каждый вознаграждается бесконечными дарами пострадавшего невинно человека, пострадавшего ребёнка. Вот так, друзья мои, этот момент очень важный. Может быть, он пригодится вам в ваших будущих диспутах и выступлениях. В отношении природных, помните, я вам говорил, в отношении природных катастроф, потопа, бурей, болезней, Содома и Гоморры. Оказывается, существует иерархия бытия, но суть её заключается в чём? В том, что, оказывается, духовное состояние человека и общества в целом вот как кидают на чашу весов туда-сюда, в конечном счёте, духовное состояние общества или народа может достичь той грани, когда начинается катастрофа. Какая природная? перед потопом Бог произнёс слова, звучащие по-славянски очень сильно, не имать дух мой пребывать и в сих человеческах, за не суть плоть. Ничего уже не осталось человеческого, одни животные. но апостол Пётр предупреждает, первые люди, первый мир погиб водою и можно предполагать потому, что они были животными уже, превратились животные. и дальше говорят, нет, теперь мир под их гибли не водою, прям решительно говорит, а огнём. Земля и все дела, которые на ней сгорят, прям настойчиво, решительно, это действительно по откровению. И предположение какое? Теперь уже люди не просто скотинец, а? Нет, нет, теперь демонизируются, потому что Антихрист будет не просто царём вселенной, а он, помните, что пишет? Сядет в храме и требует и выдавать себя за Бога, ему кланяться будут как к Богу, недавно мне прислали, я посмотрел небольшой небольшой фильмик «Готтартский тоннель». Под Альпами проделали 50-километровый тоннель и в честь и в честь его открытия был концерт. О! Стоит взглянуть, друзья мои, там уже открыто то, что скрывалось, то, что отрицалось, отвергалось, что в масонстве поклонение Бафомету – это идолу, козлоногий идол, козёл – здесь уже открыто показали его танец и весь этот концерт – настоящий сатанизм. И там присутствовал и госпожа Меркель, и президент Франции, другие высокопоставленные люди, значит, они уже там. И та борьба, которая сейчас на Западе идёт, усиленная, жестокая борьба за насаждение всего противоестественного свидетельствует о чём? О демонизме уже как таковом. Поэтому, наверное, и земля уже сгорит, так же, как сгорел Содом и Гаморра. Скорее всего, так и будет. Ну, вот так, друзья мои, это я подвёл итоги, итоги подвёл наших с вами встреч по этой чрезвычайно важной, насущной прям теме, теме страданий. Ну, хорошо, я так предполагал сегодня немножко поговорить о теме, о которой я бы мог ничего не говорить. Причина очень простая. она вся есть тут, а книжку всем вам раздали. Вопрос? Вопрос вот какого рода. Вы западное исповедование это изучали, да? Да? Изучали? Ну, надо же это, а! А Кальвина помните? Кто Кальвин называет, кто Кальвин. говорят, он был и с Францией связан, хотя и в Женеве там проповедовал. Как хотите! Что в лоб, что по лбу, одно и то же, что Кальвин, что Кальвин. Но вы помните его рассуждение? Обращаю ваше внимание, логика Кальвина была такой. Бог до творения человека знал, какова будет участь каждого из людей от начала до конца мира. Кальвин говорит, он же Бог, конечно, знал. И едва ли кто может возразить ему. Знал до творения человека. Значит, продолжает Кальвин, он знал, что одни пойдут в вечное блаженство, другие пойдут на вечные муки. знал это Бог или нет? Или Бог не знал? Или знал? Знал. Ну, конечно, как же Бог не знал до творения человека? И дальше вывод, который делал Кальвин. Следовательно, поскольку до творения он знал, что одни спасутся, другие навечно погибнут, следовательно, Бог, творя человека, предопределил одних к спасению, других погибели. Это учение о предопределении. Интересно, где ошибка? А есть ли ошибка тут? православные восстали против этого учения? Говорят, это ересь! Как это Бог предопределил? А где же свобода? Кальюн отвечает, простите, вы, наверное, меня плохо слушали? Я же сказал, до творения человека Бог знал, как каждый определит свою судьбу. До творения знал, что они пойдут на муку вечную и дал бытие. Поэтому о какой свободе вы говорите? Бог знал, как кто определит свою свободу. Понятно? Вот так. Я не знаю, что вам говорили по этому поводу, в чём видели какую-то ошибку логики Кальвина или не видели никакой ошибки? И тогда как всё это понимать? И как тогда всё это понимать? Почему православные восстали и обвинили действительно Кальвина на что, ересь? Сказали, это ересь? Неверно? Нет никакого предопределения? Говорят, есть свобода. Он отвечает, да, свобода уже у сотворённых есть, но Бог знал, как и кто воспользуется своей свободой. Вот так. Интересно, что вы бы сказали, это было бы очень интересно, надо бы семинар просто, ну, вы будете иметь семинар, и потом, действительно, что вы можете возразить Кальвину? Возразить можно только одно, но если вы это скажете, то вас тут же на костёр. А что скажете? Возможно, только одно. Бог творил человека для блага. Следовательно, он знал, что это благо будет. Если он знал, что его не будет, тогда всё ясно, да, Кальвин прав. сказали, нет, не прав, Кальвин. Бог сотворил человека для блага. Но как достигается это благо и каким путём, это уже вопрос. вопрос. Вышла очень интересная книга о божественных откровениях, о божественных тайнах, которую, как кажется, переводил и романах, сейчас митрополит Иларион Алфеев. книга книга очень интересная. Это книга Исаака Сирина. Это фактически второй том Исаака Сирина. И там он, в частности, пишет, что Бог ничего не делает человеку ради возмездия, но всё, что он делает, делает, только глядя на ту пользу, которая это пронесёт человеку. Это я вам повторял, я вам пока не называл, только последние фразы, что дальше говорит Исаак Сирин. Одним из таких деяний является гиенна. Исаак Сирин пишет о гиенне не как мести вечном вечном наказании, а пишет об этом как средстве одним из таких деяний, как средстве, благодаря которому оказывается те, которые вели недолжный образ жизни, они будут страдать. Где страдать? В том мире. В каком мире? Вечном. В вечном мире, где вечность, а не время. Страдания какие будут? Вечные. Там вечности, там нет времени. времени. Но оказывается, как он говорит, это лишь одно из средств, которое должно принести человеку пользу. Ну, там вы найдёте это высказывание. можно рассмотреть и с другой стороны даже. Утвердилась концепция, утвердился взгляд, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную. Эта фраза звучит очень хорошо и легко. Кто такой грешники? Все не христиане. Все не православные. Все те православные, которые ведут неподобающий образ жизни. Кто праведники? Ну, только мы с вами и всё. Если даже сейчас взять, и так сейчас 7 миллиардов с половиной населения, православных порядка 250 миллионов, ну, 300, может быть, не знаю, неважно, 200-300 миллионов православных. Ну, сколько из них справедников уж не будем говорить, потому что каждый православный знает, какой он праведный. Но дело в другом, что, оказывается, из этих 7,5 миллиардов могут спастись только вот эти, максимум, 200-300 миллионов. 7 миллиардов в муки вечные. Опять Кальвина. Так Бог не знал этого или знал? Знал. Знал. И, значит, сотворил их для этого? Ну, да. Так, а вы, говорит, что Бог любовь, вы не ошибаетесь? Это один из вопросов, без решения которого вам не придется легко жить и проповедовать. Я на себе испытал это, когда мне вот с такой логикой это всё преподносили. И потом пришлось заняться этим вопросом. И, знаете, чем я был поражён? Я стал листать наши догматики Макария, Малиновского, Филарета и так далее. И, вы знаете, смотрю и не верю. Там приводится текст со священного Писания и святых отцов только те, которые говорят праведники в жизнь вечную, грешники в вечные мучения. То неужели ничего другого нет? Так как же священное Писание же говорит? У апостола Павла это же очень много, полно! почему нет? Загадка нет! Потом вспомню, ну, даже наша старейшая академия, и то возникла только в конце 17 века. правда, несколько раньше появилась Киевская академия, Киево-Могилянская, но вся находилась под полным влиянием католического богословия. Раз. Константинополь пал в 1453 году. с тех пор все те, кто хотел получить образование богословское, все куда ехали? В Италию, на запад, там получали образование. У нас, когда открылись школы, откуда брать учебные пособия? Оттуда! Помните же война между представителями католического направления у нас и протестантского направления? Соревнуясь между собою, с помощью католических аргументов опровергали протестантов, с помощью протестантских опровергали католических, а православных? И вот это оказывается, когда мы взяли эту одностороннюю линию, а оказывается и в Священном Писании, и у Святых Отцов, и во всём нашем богослужении множество, вы слышите, множество раз говорится о том, что жертва Христова не для кучечки праведников, праведников, слышите, не для кучечки праведников, а что мы? Он на все нашны, слышим мы или не слышим? Себо прииде крестом твоим радость всему миру. Это какому миру, интересно? днез спасения миру бысть – это какому миру интересно? Поразительное количество! А что сейчас будет? Будет богослужения страстные, страстной пятницы будет, Великой субботы, вдруг сами будем читать, петь, царствует ад, но не вечный над кем? Над кем? Просто грешниками? Царствует ад, но не вечный над родом человеческим. Вот это оказывается! Пасхальное слово Златоуста – это вообще потрясающе! И, наконец, просто на Пасху! А что это радуется это? Это мы что, радуемся, что мы спасены, они все пойдут в преисподнюю, весь мир пойдёт? Мы этому радуемся, да? Что все погибнут? А мы слава тебе, Господи! А все погибнут миллиарды и миллиарды, да? И этому мы радуемся! Посмотрите, повнимательнее, каноны, стихиры, знаете, с чем мы соприкасаемся? С поразительным явлением двойственность! Один и тот же оказывается святой отец, один и тот же апостол пишет и о том, и о другом. Пишет и о том, что будет праведники спасутся и грешники погибнут и пишут о другом. Нет, все! Все спасутся! И то, и другое! Такой парадоксальной картины ещё, вы знаете, я вам скажу, не встречали, наверное, поняли теперь, почему в наших учебниках только одно, потому что вам сразу вопрос, так что же такое? Как же это такое? Что один и тот же отец пишет то и другое? Вы можете все представить? Объясните! Чтобы не объяснять, мы одно напишем и всё! Оказывается, да! И, повторяю, священное Писание, и святые отцы, и наше богослужение говорит и то, и другое! И то, и другое! В этой книжечке я привожу это, привожу, в основном высказания привожу те, которые говорят о вечном спасении по одной только причине я говариваюсь, о том, что все погибнут всюду, литература полно, и мы наслаждаемся, другие погибнут, не я же, конечно, но что вы, грешники погибнут, грешники, кто это? Кто это? Кто это, грешники? Вы думали, когда или нет? Берёшь послание восточных патриархов, пожалуйста, вам на лицо, все неправославные, все не христиане, более того, я помню, читаю и просто не верю, пишут и дети некрещенные тоже пойдут на вечные мучения. Вы слышите, читаешь и просто даже не веришь. Как? Христос сам сказал таковых есть Царство Небесное, и тут восточные патриархи напротив исправляют Христа. Вот бедные получили образование итальянское и начали что писать вопреки словам Христа, вопреки своим отцам, греческим отцам, начали что проповедовать. Знаете, что самое печальное? Я понимаю, человек может иметь убеждение и то, и другое, пожалуйста, самое ужасное самое ужасное произведёт слово, которым вы знакомы – фанатизм. Что такое фанатизм? Когда я в чём уверился и никаких доводов я уже не принимаю дважды два – это три с полтиной, понятно вам или нет? И вся ваша логика там, что это четыре доказательства, меня не пробьёт. Фанатик не способен к объективному восприятию того, что обсуждается. Святые отцы обращают на это внимание, это признак гордыни, гордыни. А Ауа Исаия и отшельник пишут замечательные слова «кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму» и дальше прибавляет «настаивая упорно, что именно так следует понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатств Божьих». напротив того, кто и понимая говорит «не знаю с точности Слова Божия, потому что я ограниченный человек», тот воздаёт славу Богу. В нём будет обитать слава Божия, соответственно, его преуспению и смиренно мудрию. Я почему говорю об этих словах и подчёркиваю «настаивая упорно»? Вы встречали, наверное, именно упорно? И может говорить «вот же, посмотри!» Нет! Именно упорство, вот эта гордыня непобедимая. Что можем мы сказать, друзья мои, по этому вопросу? Должны быть объективны, чтобы не погрешить. Да, Священное Писание говорит и о том, и о другом. И тот, кто упорно будет настаивать на чём-то одном, он действительно лишится славы Божией. Да, логика вся, исходя из учения христианского «правда», говорит за то, что действительно в конечном счёте все должны спастись. Но мы находим слова Священного Писания, мы находим святых отцов, мы находим и в богослужебных книгах, которые говорят, и противоположные. Так, тогда остановись! Тогда вопрос другой – как же понимать это? Как это понимать? Оказывается, есть ответ. Оказывается, есть ответ, как относиться к этой, я бы сказал, совершенно взаимоисключающим свидетельствам на высочайшем уровне божественного откровения. Есть, оказывается, ответ. Всё, о чём ведётся христианская проповедь, имеет свои задачи не просто открыть то, что подчас мы и понять не можем. Цель откровения не в том, чтобы всё понять, это безумно даже говорить об этом. Цель откровения в спасении человека, чтобы ты достиг этой вечной жизни, там ты всё увидишь. Это здесь мы как в зеркале гадательно только видим, спорим, вечные, невечные, бесконечные, там всё увидим. Задача какая? Спасение. Так вот, исходя из этого мы тогда можем и понять эту двойственность свидетельств. Как же понять? Как понять эту двойственность свидетельств? Вот как! Если бы только божественное откровение прямо без всяких, и святые отцы также бы обязательно говорили, богослужение, всё! Прямо сказали. Грешники – вечное мучение, праведники – вечная жизнь. Было абсолютно твёрдо. Я спрашиваю тогда, покажите мне, а кто праведник? Только сумасшедший скажет, что он праведник. величайшие отцы говорили «Боже, очисти себя грешного, яко не калиже сотворих благое пред Тобою!» Нет праведного, нет ни единого, а если так, значит, гибель мне полностью адресована, и значит, какой смысл жизни? Я вижу, что я не могу быть праведным, а тогда не важно как. А тогда не важно. Пропадай, моя телега, все четыре колеса. Вот так. Хорошо, а если было сказано, почему же не сказать тогда, что мы все в конце концов спасёмся же! Помучаемся, но спасёмся! Ура! Помучаюсь, то надо немного помучаюсь, но в конце этого спасусь! Ура! Ура! Мы же настолько умные, просто невероятные! Я по себе сужу, настолько умные, что это невозможно! Просто! если помучаться, главное, потом спасёшься! Ну и всё! О чём тогда говорить? Специально здесь, в этой книжке привожу раздел, что значит невечные муки, что это такое безумный! Сколько мгновений ты просидишь на раскалённой сковороде, скажи мне! не подскочишь ли ты тут же и скажешь всё у меня возьмите! Только избавьте меня от этого страдания! Глупый! Он не может представить себе, что такое невечные, но муки! вот оказывается это страшное дело! Поэтому мы видим, что святые отцы в Евангелии как много и часто с угрозой просто говорят, с угрозой говорят, предупреждают людей, чтобы спасти от мук каких? Какие бы ни были! Но Евангелие всё говорит однозначно! Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию! И каждый, кто кается, каждый, кто сознаёт, получает надежду на спасение! А вот эти вот все сильные слова, которые говорят о вечности, они же какую имеют причину? Причину, чтобы человек не отчаялся и постарался сделать всё, чтобы спастись! Посмотрите, что пишет Григорий Ницкий! Посредством наших свойств проведение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлечённые прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние! Эта двойственность, видите, какой характер имеет! Чтобы независим, мы не знаем, какой там исход решения этой проблемы! В любом случае никакого отчаяния! Покаяние открыто! Сам Господь оправдал кающихся, прямо указал этот путь спасения, есть, оказывается, этот путь спасения, и мы даже следовать, следовать ему! т.е. видите, почему двойственность оказывается? Нельзя нам сказать ни того, ни другого! Катастрофа постигнет нас! Посмотрите, когда началась реформация, половина католического мира ушло в протестантизм! и что началось? Полное умерщение! Почему? Потому что один, то есть не один, самый главный догмат протестантизма, вы его, конечно, знаете, но я ещё раз напомню вам, самый главный, подчёркиваю, не думать там Христос, Бог, Троица, Евхаристия, нет-нет-нет! Самый главный догмат протестантизма прошу обратить внимание, жертвою Христовою прощены все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие! И с этого вы, протестанты, не собьёте никогда создали себе эту химеру, увы, и держатся за неё насмерть. Это называется самообман. Христос говорит, что кающихся, сознающих свои грехи, видящих свою немощь, и опять говорю, кающихся. Вот кого спасает жертва Христова. Сам Господь цитирует, приближаются люди сии и устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, напрасно же чтут. Слышите, и сколько это в Евангелии об этом сказано! И вдруг здесь Лютер перевернул и накрепко схватились и будущие. Ура! Ура! Наконец-то! Никогда ещё ни в одной религии такого не было. Во всех религиях знали грех и знали, что будут последствия греха. знали. И чтобы простился грех, потрудиться надо. Здесь придумали. Не надо ничего, слышите? Нужно поверить, что Христос пришёл, пострадал он. Когда? А две тысячи лет назад. И ура! И мы спасены. Какое самоубийство? Какое самоубийственное... Я бы сказал, это просто убийственная действительно идея. Кем она вдохновлена? Все грехи прощаются. Нет! Что такое прощаются грехи? Прощаются, то есть раны излечиваются при каком условии? Когда я сижу, сложив ручки или обращаюсь к врачу и говорю помогите мне! Бог врач! И без обращения к нему, без покаяния, без, ещё раз говорю, без смирения, Господи, помилуй меня, вы слышите? Надо смириться! Помилуй! Не буду просить помилуй! Я и сам! Помилуй! Прости! Вот, оказывается, что необходимо! Осознание, покаяние, постоянное покаяние, покаяние, как пишут святые отцы, это делание, которое до смерти не может иметь окончания. причём это пишут какие, которые достигали высочайшего духовного совершенства и, тем не менее, писали именно об этом. В связи с этим, может быть, стоит вам напомнить ещё одно, кстати, это будет один из таких, ну, постоянно начинает ориген, оригенизм, апокатастосис, ну, во-первых, хочу вам сказать, что апокатастосис, как слово, употребляется уже в Священном Писании в деяниях святых апостолов. Во-вторых, ну, об этом сейчас я скажу, хочу вам сказать, вы, как получающие образование, должны знать, должны знать и понимать, что есть апокатастосис оригена, а есть апокатастосис святых отцов. Если первый осуждён и законно, то второй не только не осуждён, а он развещается как истина. Это же надо понимать, посмотрите, Григорий Богослов пишет, Григорий Богослов, Наверное, авторитет всё-таки, или когда он пишет «Будет Бог всё во всём!» Это первое послание Коринфянам 15-28 Григорий Богослов пишет «Будет Бог всё во всём!» И дальше произносят такие слова «До времени совершения всего!» И цитирует Деяние 3.21 Что же там написано? Что по-гречески написано? «Апокатастис пантон» То есть буквально «Восстановление всего!» Не Ориген, а Григорий Богослов. И он пишет, когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многими, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его Единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем». Григорий Богослов пишет прямо об этом. Думаете, он один? Максим Исповедник преподобный что пишет? Тогда повреждённые силы души с течением времени сбросят память о зле, укоренённом в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придёт к Богу, у Которого нет предела. и таким образом, благодаря знанию, душа воспримет свои силы обратно и дальше обращаю внимание, и будет восстановлена апокатастинеси. Слышите? И будет восстановлена в своём изначальном состоянии. Максим Исповедник. Я вам специально привёл вам этих двух отцов, в которых употребляется этот термин апокатастасис, на котором играют некоторые. Вы слышите, о каком он говорит? Они говорят апокатастасисе, о восстановлении, об исцелении души, обращении к Богу, о полном восстановлении той повреждённости, которая возникла в начале первого грехопадения. А Ориген о чём учил? Вот видите, приходится повторять элементарные вещи, которые должны, конечно, знать. Ориген о чём учил? О каком апокатастасисе учил Ориген? Вспомните, пожалуйста, он учил, что человек был сотворён, знаете как? Чистым умом! Никакой плоти! Он в полном соответствии с астоическим учением. Никакой плоти! И вот там в горнем мире этот ум согрешил, за что и был послан в тело. Тело, в котором человек находится, это тюрьма для души. Так вот, говорит Ориген, что всё-таки в конце концов Бог спасёт от этой тюрьмы человека. И этот его чистый ум вновь, покинув эту тюрьму, станет тем совершенным умом, который и был сотворён. Поняли? Почему церковь восстала против этого? Ещё бы! Сам Господь воплотился, чтобы спасти человека. В человеке есть душа и тело. Церковь учит о всеобщем воскресении и чего? Тел! И вдруг Ориген учит о покатавстве сисокаты, это освобождение души от тела. Какой ужас! Вот оно действительно ересь! Церковь действительно осудила это! Вот какой апокатастосис проповедовал Ориген! А не тот, о котором пишет Григорий Богослов, Максим Исповедник, о котором пишет уже Священное Писание, исцеление души и тела, полное исцеление, возвращение в совершенное первозданное состояние. И спасение будет заключаться в том, что воскреснет эти наши тела. в каком виде воскреснет? В совершенном! В том состоянии, в котором был первозданный человек, прекрасном, исполненном славы и света и души, и тела. Во! Разница есть какая-нибудь? И вот меня, знаете, почему я говорю? Ну, там пишут всякие, вижу, ну, совершенно необразованные люди. Оригенизм! Господи, батюшки мои! А вы знаете, как ориген учил? Они, конечно, не знают это. Это вообще вот невежество, это ужасная вещь, я смотрю. И вот начинают бросаться этими словами. услыхали апокатастосис, это слово греческое, запомнили всё-таки, всё-таки запомнили, да, и потом повторяют. Вы что, против Григория Богослова? Против его апокатастосиса, да, ой, как интересно! Против Максима Испобедника, да, ой, как интересно, да! Так это я вам привёл только двоих! Это же постоянное, ещё бы, восстановление всего это смысл жизни и цели человеческого существования, и вдруг тут начинается. Вот так, друзья мои, это то, что связано с этим термином, который у многих на языке апокатастосис пантон. Апокатастосис – это восстановление пантон, то есть всего, всего, то есть всего творения. Кстати, ещё вам напомню, Ориген говорил о восстановлении не только человека, но и демонов. И демонов. И он говорил, да, придёт время, и сами демоны освободятся вот от той невидимой для нас, конечно, плоти, ну, своя была. Пусть невидимые тоже освободятся, и тоже спасутся, и тоже будут теми чистыми духами, которыми они были созданы изначало. Вот, оказывается, какая разница между святоотеческим учением и учением Оригена. Ну, что делать, когда невежество, оно всегда базируется на какой-то глупости, что тут уж ничего не поделаешь, да. Мне кажется, что очень важно, чтобы мы поняли, что такое невечные муки и не бросались этими вещами, знаете ли, как чем-то такое, ну, мелочь. Тут есть специальный параграф, и вы, когда будете готовиться, то обратите внимание, тут несколько буквально положений, буквально несколько, каждый из которых действительно заслуживает полного внимания. А вот мы только что в это воскресенье отмечали память Иоанна Лесичника, великого преподобного. И я хочу вам зачитать из его первого слова, его лестницы, что он пишет, этот великий святой. Прямо начинается лестница, его первое слово. И что же он пишет? Всех одарённых свободной волею Бог есть и жизнь, и спасение всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. Анафема! Анафема! Как это такое? Исаак Сирин тоже с ним туда же в словах подвижнических, на которых так же, как и на лестнице воспитывалось всё, всё монашество, все века и Византии, и затем у нас в словах подвижнических Исаак Сирин пишет, грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения многообразно нас устрашающей, побеждающей радость любви Божией? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечётся в нетлении и падшего в ад восставит в славе? «Есть воздаяние грешника и вместо воздаяния праведного воздаёт он им воскресением и вместо тлений тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы ещё не существовали». Я специально подчёркиваю, что это слова подвиженческие, цитирую вам по изданию Москва 1858 год, потому что сейчас изощрились до невероятности. Вот это второй том, нет, это не его, вот один к одному он что пишет в первом своих словах подвижнических, а не во второй этой книжке, ну, а во второй он пишет слова, на которые интересно было бы узнать, какие мог быть возражения. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явилось явлено было долготерпение Бога, мирится Бог с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на Него. А дальше что пишет? Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, слышите? Прежде их создания знал, во что они превратятся после сотворения, и которых он всё-таки сотворил. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа. Видите, как пишут? Нигде вы не найдёте, ни в одном догматическом богословии, наверное, этих огромного количества высказаний святых отцов. Вы посмотрите, что только пишут они, – Боже мой, это диву даёшься, эти святые отцы, что они пишут о будущности, что пишет апостол Павел, как объясняют его слова святые. Ну, я надеюсь, что вы всё-таки, всё-таки, наверное, может быть, почитаете немножко для тех, кто интересуется. Вот, например, на слова апостола Павла «Когда же тленные себе влечётся в нетление и смертное в бессмертии», святитель Феофан Затворник, наш святитель Феофан Затворник, писал, когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда всё преисполнено будет радостью жизни. Всё! Себа прииди крестом радость всему миру! Себа прииди крестом радость всему миру! Какие радостные слова слышим мы за нашим богослужением! Но ещё раз говорю, не будем упорно настаивать, как пишет Авва Исаия. Да, кажется, все основания для этого, но поскольку мы знаем, что и другие слова, и другие суждения будем смиряться, но знать одно, что Господь пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. Исаия. Спасибо за субтитры!